Доброе утро, мои девочки хорошие! Сегодня суббота. Субботнее утро вот такое прекрасное. Вдали какая-то дымка. Но у нас тут солнечная, я смотрю, ясная погода. Плюс 9 градусов. И самое главное, что нет ветра. Легкий-легкий ветерочек. Я даже не знаю, что одевать. Но одену куртку. Всем доброе утро еще раз, девочки мои. Ой, как я люблю, когда в выходной день выходишь из дома утречком. А сегодня еще классная солнечная погода. Солнышко. Ветра нету, тепло. Я поэтому одела куртку. Хотя пар немножко есть. Но из-за того, что нет ветра, из-за этого, в общем-то, тепло не холодно. Иду я в ДНС. Нужно картридж мне купить на мой принтер. Потому что там заканчивается уже у меня тонер. И мне нужно кое-что распечатать. Но распечатать надо там много бумаг. Поэтому надо купить. Иду. Вот тут рядышком в ДНС вроде бы есть то, что мне нужно. Машин, кажется, мало. Вообще солнышко в какой-то дынке находится. Так, а время уже еще десять минут утром. Вот как сейчас выглядит моя любимая аллейка. Ну, машины чуть-чуть поотдаль. Но сейчас вот деревья оголились. И уже всю аллею видно насквозь. Вот. И что я хочу вам сказать. Короче говоря, я совсем забыла, что у меня было мало там в картридже тонер. Тут мне надо распечатать много листов, короче. Я села в интернет посмотреть, сколько стоит картридж. Последний раз я картридж покупала. Еще, когда я работала в поиске, я помню, брала его за 500 рублей. Ну, тогда он вроде был по акции. Но все равно недорого, оригинальный. Сейчас села в интернете, посмотрела. Цены такие. Мне же глаза повыпадали. У меня и принтер покупала я за 5000. Но еще в году, в 13-м или 14-м. Ой, я не глянула, сколько сейчас такой принтер стоит. Но обычный такой, простой. А картридж до 7000 цены доходят. В МВидео 4000 стоит. Я просто в шоке. Вот цен таких. Но это если оригинальный брать. Если аналог, посмотрела я. Вроде есть аналоги. Ну, вот посмотрела на сайте ДНС и нашла. За 699 рублей. Вроде бы не оригинальный. Но цена меня устраивает. И вроде он должен подходить к моему принтеру. Я позвонила. Сказали, есть в наличии, приходите. Хорошо, что магазин находится рядышком, недалеко от моего дома. Ой, солнышко, девочки. Классно, люблю. Вот. И сейчас иду покупать его. Надеюсь, он подойдет на мой принтер. Ну, видите, у меня одного картриджа хватает надолго. Потому что это так, для домашних, как говорится, в общем-то, дел. Ничего особенного. Я сейчас не работаю, не распечатываю много ничего. Тогда еще работала, нужно было распечатывать. А сейчас так, когда-никогда, что-то распечатать. Ну, естественно, и мне, и моим детям, и соседка заходит. Иногда там что-то скопировать надо. Так, я пришла. Захожу сейчас. Тут у нас торговый центр «Мир». И там есть ДНС на втором этаже. Вот туда я сейчас и топаю. Ну, вот и все, девочки. Зашла в ДНС, взяла я этот картридж. Сейчас домой приду, буду примерять. Надеюсь очень, что он подойдет. Хотя, ну, там написано, что модель моего принтера в списке значится. Должен подойти. Вот, зашла еще в магнит. Продуктовый. Купила кое-что с продуктов. Сейчас тоже вам покажу дома. Солнышко сбоку светит. Ой, как классно. Я прямо, я прямо балдею. Здорово-то. Ладно, сейчас потихонечку прогуляюсь по воздуху. И домой. Я смотрю, растительность у нас растет. Цветочки цветут. И, в общем-то, травка даже не собирается желтеть. Прекрасно себя чувствуют бурьяны. Да и кусты зеленые многие стоят. Это вот деревья только оголились. А так-то у нас зеленой травы полно. Мне кажется, она продолжает расти. И даже вот такая свеженькая есть. В общем, природа не хочет сдаваться. Потому что ноябрь еще, даже середины ноября еще нет. И природа хочет, чтобы была еще пока осень, но не зима. Хотя у нас, вы знаете, обычно всегда, в декабре всегда было еще тепло. Я уже как-то говорила в каком-то из видео, что когда были раньше деревянные окна, я их заклеивала только после Нового года. В декабре еще было тепло в квартире. А вот уже январь-февраль, тогда уже холодные метели, там ветра и все такое. Зашла, девочки, в магнит. Купила я, смотрю, увидела там желе. Вообще я зашла за хлебом. Хорошо, что мой хлебушек отрубной там был. Увидела желе, мое любимое. В пятерочке его уже не продают. Вот это вишневое, очень прям люблю. Взяла же две штуки. Там вишенки прям такие, без косточек, целенькие. Малиновое варенье повстречала. Ну, я малиновое варенье всегда держу, чтобы оно в наличии было. Эпика. Вот я не помню, пробовала или не пробовала, но решила взять на пробу. Вот такой легкий майонезный соус, 15-процентный. Я его беру только в магните. Увидела пирожок с капустой. Люблю с капустой. Взяла. И вот это вот я увидела блинчики, но они без начинки. Вот, любая начинка на ваш вкус. Они замороженные. Их можно достать, разогреть. И хоть со сметанкой, хоть с вареньем. Как раз вот Настя придет, можно будет его угостить. А в ларечке взяла хурму. Такая хурма уже прямо спелая-приспелая. В общем, почем, не помню. Я как-то цену не глянула. Две штуки 85 рублей отдала. Ну и вот я взяла картридж. Не оригинальный. Оригинальный там Samsung написано 101S. Этот не оригинальный, но стоит 699 рублей. А модель у меня SCX3400. Вот такая у меня модель принтера. Надеюсь, подойдет. Все, я картридж вставила. Распечатала вот кучу бумаг. Видите, сколько все нужное. Все в папочке. Хорошо работает. Картридж подошел. Я довольна. Девочки, вот эти блины, которые я купила в магните, я что-то очень хочу их попробовать. Я их все-таки открою. Попробую сначала сама. Если они мне понравятся, то тогда я их предложу внучке. Они у меня в морозилке. В морозилку положила. Так, попробуем один в микроволновке. В микроволновке 1-2 минуты. Вообще можно на сковороде или сухожке разогреть. Ну, в микроволновке быстрее. Попробую микроволновку. Еще вот это варенье, которое я там купила, малиновое. У меня, оказывается, малиновых 2, а клубничных нет. Я думала, клубничного. Я думала, у меня клубничная есть. Купила малиновая. А у меня 2 малиновых. Ну, хорошо. Значит, малиновое попробую. И с молочком. Я думала, блины с молочком. Это просто супер-суперский. Вообще для одного блина 1 минуты много. Я даже выключила раньше. Он уже прям горячий. Там достаточно, не знаю, секунд, может, 10-20. Так. Ну, с молоком мне хочется сладенький. Вообще у меня есть еще сметанка вообще-то. Но сметану с молоком что-то я не хочу. Так. Распределим. Можно, конечно, на сковороде, на сливочном масле там чуть-чуть их разогреть, обжарить. Но пока сковороду разогреешь. В общем, я решила. Попробую я сначала в микроволновке. Мне кажется, и так будет хорошо. Так. Ой, он горяченький. Надо подождать немножко. Так, ладно, я чуть-чуть подождала. В общем, кусну кусочек. О, прекрасные блинчики. Ммм, здорово. Интересно, если разогреть их сразу несколько. Я думаю, можно так сделать. Ой, классный блинчик. С молочком сейчас. Да, я одобряю. Можно покупать. Я еще возьму такие. Классные. Сейчас разогрею сразу несколько штук. Много не буду. Я же вроде как худею. Вот сколько их тут штук всего. Восемь. В общем, три штуки хватит. Опять еще останется. Одобряю, девочки. Можно брать. Хорошие блины. Разогрела сразу два. Ничего не слиплось. Все прекрасно. Они разогрелись. Также сделала варенье. Вот чем еще хорошо иметь такие блины в морозилке. Если вдруг захотелось чего-то сладенького. Ну, вы не знаете чего. И не хочется идти там в магазин что-то купить. Вот быстренько можно разогреть варенье. Любую намазать. И прекрасно. Ммм. С молочком и с чаем. Отлично просто. Вот полный прекрасный, да? Ммм. Супер. Надо еще купить, чтобы они были у меня дома. Чтобы всегда лежали. Ну, вот и вечер подошел, девочки мои хорошие. Я искупалась сейчас. Решила волосы не укладывать. Они у меня сейчас отросли. И они так, как у меня укладываются, мне уже совсем не нравятся. Но я записалась на стрижку. В общем, на днях пойду стричься. Вот. А сейчас я думаю, что нужно сделать уходик. Сейчас я вот это вот уберу, чтобы оно не падало на глаза. Вот. Сделать уходик я хочу вот такой. Я давно его уже не делала. И что-то думаю, надо его уже сделать. Это окси-карбокси. Карбокси-терапия. Шаг 1, 2, 3. В общем, там смывать ничего не надо. Нужно это все наносить на чистое лицо. Ну, я взяла вот эти вот салфеточки. Потом излишки убрать. Но салфеточки эти, они у меня уже подсохли. Влажными не нужно, я думаю, убирать. Это не влажные. Это уже такие подсохшие салфеточки. Ну, в общем, удобные. Так. И возьму я кисточку. Подсветочку такую вот включила. Так, что у меня. Ну, я уже такое делала. И вы уже многие знаете, что это такое, да. Ну, я сейчас вам коротко скажу. Карбокси-терапия. Экспресс-процедура для мгновенного сияния кожи. Кратковременное и дозированное увеличение CO2 в тканях способует активации микроциркуляции и более эффективному поглощению кислорода клетками кожи. Выравниванию тона кожи. Разглаживанию морщин. Улучшению тонуса и упругости кожи. Дает быстрый результат. Позволяет выглядеть молодо, без уколов и дискомфорта, связанного с реабилитацией после инвазивных процедур. Значит, шаг первый. Это увлажняющий бальзам. Его надо нанести плотным равномерным слоем на сухую очищенную кожу. Лица, шеи, декольте. Но я только на лицо нанесу. Массируйте 1-2 минуты. Не смывайте. Переходите к шагу 2. Так. На 1-2 минуты наносим шаг 1. Я уже даже, знаете, вот настолько долго я ее не делала, чтобы пока была очередность этого всего дела. Так. 1. Берем. Не знаю. Мне кажется, кисточка может быть будет проще нанести. Выглядит оно как крем беленький такой вот. Попробуем. Сегодня я что-то решила, думаю, идти никуда не охота. Делать ничего не охота. Но я, в общем-то, мне это особо делать не нужно. То, что мне нужно было поделать дела свои. Я, например, записалась на стрижку. Посидела на телефоне с сыном, с дочкой. Попереписывались мы голосовых. Так. Дела все поделала, какие нужно было. Ну, а честно говоря, сегодня что-то такое у меня обломчик. И думаю, ну, просто вот посмотрела один фильм какой-то детективный. Вот даже, честно говоря, не запомнила его название. Ну, потому что обычный такой, знаете, банальный детектив. Вот обычное просто расследование. И ничего такого. Бывает, вот нравится игра актеров, когда смотришь, наблюдаешь за актерами. Очень интересно. Вот. А так вот какой-то банальный фильм посмотрела. Даже он мне и не запомнился. Думаю, ну, хорошо. Включу я следующий, буду смотреть. Думаю, ладно. Надо что-то, может быть, для себя сделать. Что-то такое приятное, полезное. А потом я вам хочу сказать, когда ухаживаете за собой, все-таки, это все-таки борьба, скажем так, с депрессией. Потому что, когда вы осознаете, что вы наводите себе красоту, то это как-то, ну, немножко все-таки поднимает настроение. Какое-то, не знаю, придает. Так, что самое главное в этом первом шаге, это то, что его нужно нанести, ну, больше захватывать площадь, чем следующий, допустим, шаг. Ну, конечно, области вокруг глаз и вокруг слизистых, вот где рот, надо их не захватывать. Так. А второй шаг надо наносить один к одному, но строго не заходя за границы первого шага. Вот. Вот в чем самая главная суть. Так, все, первый шаг я нанесла. На одну-две минуты написано, и надо чуть-чуть помассировать. Ну, ладно, давайте помассируем, что ли. Так. Немножечко. Ну, вот, кстати говоря, когда я массирую, я как раз и выйду за области чуть-чуть. Вот так вот. Я что-то заметила в последнее время в выходные дни, если, ну, если только я вот, например, ни с внучкой, ни с внуком, мне почему-то хочется отдыхать, ничего не делать, не знаю, как-то на меня стало в последнее время действовать вот так вот в выходные дни. Лень какая-то, что ли, наступает. А с другой стороны, думаю, надо же с ленью как-то все-таки бороться. Думаю, ну, если уж совсем ничего не хочется делать, надо хотя бы что-то сделать себе приятное для себя. Я знаю, что потом будет хорошо, будет кайфово. Так. Я достану сейчас салфеточку, вытру руки и приступим к шагу два. Так. Салфеточка уже почти сухая. Едва, едва влажная. Ну, нормально, как раз то, что нужно. Так. И шаг два будем делать. Вот он. Ну, шаг два, как я уже сказала, его наносить надо поверх. Вот это здесь такой полупрозрачный, чуть-чуть голубоватый такой гель. Вот он. Ой, течет. Ой, течет. Куда? Вернись назад. Так. Ну, его надо аккуратненько тогда наносить, раз он такой жидкий. Поверх того. Вот полезительное дело делаю для себя. Можно, конечно, и маску наносить, и фильм смотреть, но я решила сделать такую не просто маску, а такую трехэтапную. Чтобы... Потому что просто маску, это когда куда-то там, может быть, спешишь, торопишься, быстренько раз там нанесла на 15-20 минут и смыла. А это я никуда не тороплюсь, я дома, поэтому можно так немножко сложно нанести, да, масочку. Вот. Чтобы сейчас посмотреть, еще не знаю. Сейчас порой в интернете что-нибудь найду. Нравится мне, знаете, когда не фильмы смотрю, а когда сериалы. Когда запустишь какой-то классный сериальчик. Вот если он прям классный, под него не хочется спать, а прям интересно, что ж там дальше будет. Такие сериалы прям люблю, захватывающие. Ой, это да, я просто вообще я очень довольна, мне очень нравится. Так. Все, это я нанесла, а на сколько наносить, уже и вылетела из головы. Вот же голова дырявая. Ой, вроде же читала и тут же забыла. Ну, как вот так можно? Вот так вот можно разве или нельзя так, а? Так, где тут? Нанесите гель-активатор строго на область нанесения увлажняющего бальзама пропорции 1 к 1. Через 5-10 минут удалите излишки салфеткой. Так, время надо засечь. Ну, я думаю, 5 минут, может быть, и хватит, да? Удалить салфеткой, ну, потом уже шаг 3 нанесем. Ладно, выждем время чуть-чуть, да? Так, кислородная маска. Это шаг 3. В общем, 5 минут прошло, я думаю, достаточно. Это завершающий этап карбокситерапии кислородная маска сперфтор-декалина пантенолом и гиалуроновой кислотой насыщает кожу кислородом, активизирует локальную микроциркуляцию, смягчает, увлажняет кожу. Так, нанесите небольшое количество кислородной маски на кожу лица и равномерно распределите по коже. Через 5-10 минут удалите излишки салфеткой. Все, все ясно. Сейчас я излишки удалю вот эти вот, что у меня тут есть. особо излишек много и нету тут особо, но все равно надо их излишки удалить. Так, ну вот этот вот бальзамчик я нанесу маску, вернее, я ее просто руками нанесу. Вот такая вот она прозрачная, как гель. Опа, хватит. О, какая, как гель, гелеобразная. Но она не течет. И все. Вот и уходик я сегодня сделала. В общем, девочки, решила я не укладывать волосы, потому что вот последний раз я голову помыла, волосы уложила и буквально там полдня, наверное, прошло. То даже почти что сразу. И я смотрю, все, мне не нравится, как у меня лежит. Кстати, кто-то вот пишет, отпустите волосы, длинные коры, девочки, вот у меня чуть-чуть отросло. И я прям уже, прям у меня настроение падает, падает от того, что я вижу, что у меня на голове и мне не нравится, как все это лежит. И я прям вчера, прямо со злостью, с нервов позвонила в салон, думала еще чуть-чуть потянуть. Не, не получается потянуть вообще. Позвонила в салон, записалась на ближайшее время, на среду аж. И все, пойду подстригусь. Не хочу, не хочу ничего отпускать. Мне не нравится. Когда мне не нравится, в неплохое настроение, и все. А то, что кому-то вот хочется видеть меня с длинным коры, девочки, ну, извините, отпустите длинные коры себе. Извиняйте, но я буду ходить так, как мне комфортно, как мне удобно. О, пощипывает. Я даже 5-10 минут, может, и не выдержу, не знаю сколько. Но оно, по-моему, если я помню, оно пощипывает в начале, потом должно пройти. Ну, ладно, 5 минут засекаю время, 5 минут подержу, и излишки удалю тоже салфеткой. Все. Паузу ставлю. Ну, вот и все, девочки, прошло 5 минут, я излишки удаляю. Я помню, что в прошлый раз, когда я делала, вот это я помню, что я держала по полной программе, ну, то есть полное время, которое там давалось, я держала и одно, и второе, и третье по полной. Ну, что-то мне не понравилось, я решила тогда, еще думаю, запомню, чтобы держать не по полной, допустим, 5-10 минут написано, держать 5 минут, не 10. Вот это я запомнила почему-то. Вот. И сейчас вполне даже все очень здорово у меня получалось. Получилось. Мне нравится я уже то, что вижу. лицо ухоженное. Так, ну, это я немножко его сейчас натерла салфеточкой. Излишки главное удалить просто. Вот. Ну, вот, теперь я с чувством выполненного долго перед собой могу спокойно идти и продолжать просмотр телевизионных каких-нибудь передач или фильмов. Все. Снимаю я вот этот ободочек. Сейчас я волосы вот так вот сделаю. Вот, челка уже нарушена. Надо намочить ее. Или, или вообще-то она длинная уже в глаза лезет. Короче, вот так вот сделаю кучеряшки. Буду ходить так. Благо, что на улице уже похолодало и, в общем, ничего страшного, если выйти из шапки. Чтоб никто этого безобразия не видел. Ну, пока только вы посмотрите. Пока я подстригусь, будете меня видеть непонятно с чем на голове. Так-то вроде ничего. Ладно. Безобразие такое. Производственный беспорядок. Все, мои хорошие. Видео на этом хочу я завершить. Уже сегодня все. Вечер. Все дела поделаны. И до следующего видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Не забывайте на мой канал. Скоро разыгрываем конкурс. Скоро будем разыгрывать подарочки. И все. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.